Всем привет, с вами Марс. И это третья серия моего прохождения в Золдерск Роуд Файпской. В прошлой серии мы прибыли в Ривервуд и нам дали задание отправиться в Вайкран. Пока между сериями я упер железный шлем, железные перчатки и железные зопоги там со стола в Кутнице. Сейчас мы дождемся утра, потому что ночью я путешествовать не люблю. И отправимся в Вайкран. Итак, вот он мой Урка, вот на нем железный шлем, железные перчатки и железные зопоги. Также я вчера купил, в прошлой серии точнее, я купил вот этот замечательный железный меч. Так, что ты говоришь? Ладно, пофиг. Мы отправляемся в Вайкран. Да, вот он Вайкран. На карте тут дорога довольно-таки близкая. Я надеюсь на это. Надеюсь, нам что-то встретится по пути. Интересно. Показатели. Все-таки. Из вилка. Вот, пойдем сюда. О, олень. Сейчас его прирежут. Просто тут, блин, не убежал. Ну что? О, Глайка. Все-таки живность обитает в этом мечте. Это не просто так нарисовано. Бежок так выбил эту карту. Как во Блине. Ой, как Моровин. Во Блине там все было. О, блин, волк. А, слабый. Я думал, волк это был волк. В самом деле. Тут за один удар буквально двух. Природа прекрасная. Все цветет. Все зеленеет. Вот он. Байтран. Красивый город. Та башня, про которую мне говорил Алвард. Что спускается? Блин. Слежит какой-то грохот. Куда? Уже на меня кто-то напал. Нет, на радаре врагов нету. Странно. Ох, великан. Ох, хочу, хочу. Блин. Ребят. Что у тебя есть? Всего лишь тревожные. Так, Аркас. Саратники? Ну, кто такие саратники раскаленные? Ладно. Так. Эйва охотники, что гомит с нас, чтобы из нас они убили великана. Ну, уж так случилось. Так получилось. Бывает. Это правда не стыдно. Что такие саратники? Год, я присоединиться к вам. Так, ладно. Присоединиться к соратникам. Хорошо. У нас уже два обширных квеста есть. Присоединиться к имперскому региону и к соратникам. Ага, вот указатели на большие города. Так, повозка. Это о чем я думаю? Да, как проводник в фаллауте. Все города сводят. Лично. И пилить не придется. Везет нас и все, как в Альтрам. Конюшни. Тут и лагерь. И поехать. Воно. Ну, тут города. Пока на первый взгляд. Сделаны, как средневековые замки. Все в стенах. Взорные башни. Крепостные стены. О, мост на цепях. Стилистика средних веков. Так. То есть. Ладно. Угрожать не буду. Убеждение. У меня есть новости про фляж. Пакина у нового красного леча. Что-то мне говорили про эти навыки. Как их прокачивать. Где их прокачивать, я пока не знаю. Ну, ничего. Продберусь еще. Это верб Вальтрана. Кон. На желтом фоне. Все. Загрузочка долгая. Хотя. Это переход в новую локацию. Он тут еще не был. Так вот. Вот мы собственный вольтаг. Так, какой-то эффект. Женщина говорит, что она не может выковать больше оружия для легиона, а он ее заставляет. Она ему говорит про какого-то Йорланда серую гриву, но он отказывается, говорит, что сдастся лучше Ульфрику гривеску. Непонятно почему, но главное. Так, ну городок-то небольшой, видно. Так, домов много. Вот я думаю, пройдусь где-то. Это основная дорога, значит она должна вести к башне. Так, тут судя по всему, бедность. Эта девушка говорит ей нечего есть, а купец говорит, что он. Вот он, служитель Талоса. Самый надоедливый человек в Скайлине. Да, чудак, ты договоришься. Скоро я тебя убью. Вот он, драконий пройдет. Так, вот прогрузился. Неплохой такой замочек в готическом стиле. Колонны, большие круглые локона. Острый. Острый угол крыши. Такая лилета. И что, ты кто такая? Ага, это как телохранитель Ярла. Аллан сообщает, что реверуют в опасности. Дракон разрушил Хелген. Так, она сказала, мы можем погрузить с Ярлом. Балдров старший. Да, довелось. Меня хотели казнить. Он говорит, что я очень смел, потому что так открыто говорила о своем преступном прошлом. Но я думаю, что он нас оправдает. Так, Хелген уничтожен. Его сжег дракон. Так, Ярла разговаривается с моим управителем, Провентусом, как он его называет. То есть, у него два салютчика. Это Овец и Провентус. Но она больше такая вояка. Видно, тем неель. А Провентус? Ну, бюрократ. Овецик. По линии меньшего сопротивления идет. Итак, Айрбет предлагает направить туда войска. Провентус говорит, что это будет как объявление войны кому-то там. Прослушал. Айрбет направляет отряд в Ривердут для защиты. Предлагает поговорить с кем-то. С Фарингером. А Фарингер – это его приборный маг. Ясно. Сказал следовать за мной. Прошел. Так. Видимо, ты Фарингер. Фарингер – тайный огонь. Говорит, что ему нужна помощь. Хочется, что добыть. В каком-то храме лежит каменюка, которую надо принести им. С резкой или чего-то. Он хвалит нас за то, что мы не зададим лишних вопросов. Хорошо. Булыжник с картой захоронения дракона. Что ты можешь мне рассказать про ветерный пик? Он говорит, что это недалеко от Ривервуда. То есть, по деревушке, где мы были. Так, спасибо. Значит, отправимся в храм ветреного пика. Куры и кони. Ну, как я говорил, в этой игре полно всякой жирности. И олени, и лисицы, и зайцы, и нон-куры. Ну, видно, игра хорошо проработана, и все. У меня, друзья, постоянно говорят, что она очень забагованная. Скайрим багу наполнится. Ну, пока я еще несколько не напарывал. Так, ну, это там на голове. Значит, можем быстро перенестися в Риверву. Так, я думаю, будет быстрее. Более, что время поджимать. Так, так. Так, так. Так, с рогом. Я думаю, что он дракон. Так, опять-таки, надо подождать. Не люблю я путешествовать ночью. Так. Я не помню, что радует. Так. Написано, что у вас нет топора. Где что-то топор. Что, дрова можно рубить? А что тут делать? Для чего в этой игре? Так. Упс. А что, не камень? Для чего в этой игре могут быть дрова? Так. Мурахи. 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 Класс. Еще мурахи есть. Так. Рыба плавает. Так. Ну, мы не тонем. Это отлично. Рыба. Рыба. Росос. Росос. Можно даже еще и видеть. Росос. Росос. Все заберем. Блин, сорвать нельзя. текстурка. Пойдем навстречу ветреннему пику. Наверное, там холодно. Пять показателей. Ничего нового. Просто указывает, в какую сторону надо идти к большим городам. Но, видите, по выносливости я быстро выдыхаю. Так. Это враг. Слышу волка. И за два удара. Слабак. Шокину. Очень шкуру. Гранат. Гранат у волка. Где он его сожрал? Ладно. Дальше. О! Уже на горах появится снег. Тут все отлично. Так. Ваши. Ваши. Значит, надо сохраниться. Может, там кто-то есть? А по-любому там кто-то есть. Бандиты. Наверняка. Наверняка бандиты. Бандиты. Отписки. Умни. Гальча. Следующий. Блин. так умер тоже хорошо у красный плач и 2 все равно с него соберем а оба выкину потому что один я украл потому что если меня примут а меня примут обязательно с моей скотской натура игры то заберут вот типичный давать им так как на видно только без счета о кошелек момента нет момент не так уж и много пойдет как поднимемся наверх и тут что-то табачанок и кружки соль соль это алхимический грибин может наше там и буду готовы будущем когда научу о 50 золото четыре отмечки пришел не зря так сказать зашел а вот вы как потерялся немного охотничий лук лучше за мной золото все равно оттуда навычи ботинки стрелял и ножи купил продавим со мной обували медные отмечки тоже все уберем продавим в конце концов леньги нам не помешали и тысячи давать им получил совсем чуть-чуть осталось так ну ничего не нет ветреный пик опять делаем сахариня ну а это уже настоящий северный край сплошная зима так вражина ай лученька ха на получи еще словил неждан все готов золото стрелы пынок не выходи продам эй что это ах ты сволочь умри умри не быстро умирает легкие враги еще забираем еще раз повторюсь деньги нам не помешают блин стреляют на веток а вот все смерть твоя пришла раз два три два три хе-хе-хе она издевается сорка ну-ну смертная конвульсия хе-хе хе-хе ох дур так лук леньги стрелы кинжал вот дверь о дверях значок как у вас Assassin's Creed так ну я думаю на этом будем заканчивать с вами был марс подписывайтесь на мои видео ставьте лайки всем спасибо всем пока до новых встреч у нас делает кинжал из хи-хе это напишу hitting немало